МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто мы? Постановщики музыкальных спектаклей. Чего мы хотим? Идеальных артистов музыкального театра. Когда? Позавчера. Где мы их берем? В российских театральных вузах. Всем привет! Это программа «Нелегкий-легкий жанр». И я, ее ведущий Алексей Франдетти, знаю о мюзиклах «Все». Ну или почти «Все». И сегодня мы будем говорить о том, где, как, каким образом и даже за сколько можно получить образование в жанре музыкального театра. Будь ты актер, постановщик или даже художник и хореограф. Когда в 2002 году я приехал поступать в Москву из города Ташкента, естественно, я ничего не знал ни о мюзиклах, ни о музыкальном театре и где на это учат. И учился я в школе-студии МХАТ, хотя поступал и в ГИТИС на музыкальный театр, и в ГИТИС на режиссуру, и даже в Щепкинское училище, которое славится своим классическим образованием. Московский художественный театр, школа-студия при Московском художественном театре, в общем, в принципе, всегда считалось одним из самых лучших театральных вузов, дающих образование с точки зрения драматического театра. Но вот что примечательно. Одни из основных игроков именно на поле музыкального театра, я могу себя, наверное, к ним причислять, кроме меня артист Павел Левкин, звезда, по-моему, всех мюзиклов последних лет компании Stage Entertainment, а далее и московский Бродвей, известная на всю страну и любимая миллионами Полина Гагарина, победительница одного из сезонов шоу «Голос» Дарья Антонюк. Все мы учились в школе-студии МХАТ и у одного и того же педагога-мастера Игоря Яковлевича Золотовицкого и Сергея Ивановича Зимцова. Правда, на тот момент, когда я учился, как-то я не сдюжил с обучением, меня все-таки тянуло в сторону развлекательного музыкального жанра, и я перешел во ВГИК, в мастерскую к Игорю Николаевичу Ясуловичу. Вообще, надо сказать, что на тот момент я даже особо-то и не представлял, где и каким образом можно получить подобное образование. И даже отказался от обучения в мастерской, которую на сегодняшний день я считаю одной из лучших, в принципе, выпускающих именно синтетических артистов. Это мастерская в ГИТИСе Олега Львовича Кудряшова. Вот уж педагог от Бога, вот уж человек, который на самом деле выпускает лучшие или одни из лучших кадров в нашем жанре и вообще в современном театре, в современном кино. Вообще, сегодняшние студенты отличаются от нас тогдашних, как мне кажется, тем, что они очень четко понимают, чего они хотят, как они хотят, каким образом и за сколько, потому что, когда я приезжал в Москву, то мне просто хотелось учиться на артиста, где и каким образом было, в общем, наверное, не очень важно. Сегодняшние же ребята, и это хорошо, очень четко понимают, где они хотят находиться, какие роли они хотят играть, они понимают, у какого мастера они хотят учиться. И это, конечно же, очень-очень помогает им. Также сегодня появилось огромное количество музыкальных факультетов во всевозможных вузах и не только в пятерке главных вузов страны, таких как Щука, Щепка, ГИТИС, МХАТ и ВГИК. Хотя официально факультет музыкального театра или даже мастерская мюзикла есть только в ГИТИСе, в учебном театре которого мы сегодня, кстати говоря, и находимся. Когда-то в этом вузе преподавали и Владимир Иванович Номирович Данченко, и Всеволод Мирхольд, а в 1946 году величайший оперный режиссер Борис Покровский открыл в этом институте кафедру артист музыкального театра. Кстати говоря, именно эта профессия и написана в дипломах, которые получают ребята, даже если они учатся в мастерской мюзикла. Но у меня есть хорошая новость. Буквально скоро-скоро, я надеюсь, профессия артист мюзикла появится в дипломах, потому что именно ГИТИС выступил с инициативой в Министерстве культуры о том, чтобы такая профессия появилась в театральном вузе. Тем не менее, до определенного момента все эти артисты, которые получали здесь образование, все-таки имели отношение к опере или оперетти, и ни слова не было о мюзикле. И только в начале 2000-х Розетта Яковлевна Немчинская выступила с инициативой, и появились наконец-то мастерские мюзикла, в которых сегодня преподают и Лика Рула, артистка практически всех знаковых мюзиклов в России, и Дмитрий Белов. Это вообще мой первый режиссер, с которым мы когда-либо сталкивались в работе. О нем я обязательно расскажу чуть подробнее. И Олег Глушков, и многие-многие другие. Ну, а артистов музыкального театра или оперы выпускает и Дмитрий Санч Бертман, который руководит «Геликон-Оперой» и кафедрой музыкального театра в Дитсе, и многие-многие другие замечательные мастера. Сегодня я буду мучить своими вопросами художественного руководителя курса артистов музыкального театра, мюзикла Дмитрия Белова. Важно, что Дима был первым режиссером, с которым я столкнулся, когда только-только приехал в Москву. Дима тогда прослушивал меня в мюзикл «Ромео и Джульетта», и, честно, когда я прошел этот кастинг, мне сказали, что ты радуешься, ты только-только учиться начал, а там 18 сольных номеров. Также мы работали с ним в первом спектакле театра мюзикла «Времена не выбирают». Спектаклем Димы Снегурочка открывалась новая сцена Большого театра, ну, а когда-то поставленный мюзикл-продюсер в театре «Эцетара» получил золотую маску и в том числе за лучшую работу режиссера. Сегодня Дмитрий Вячеславович обучает студентов, открывает им дорогу в чудный новый мир музыкального театра. И именно об этом мы с ним и поговорим. Здравствуйте, Дмитрий Вячеславович! Привет, Алексей! А что для тебя мюзикл? Ну, вот эта возможность угадать, вот это настроение, уловить больное место в обществе, уловить больное настроение в обществе, убедить в этом продюсеров, убедить всех, как это было с «Смешной девчонкой», с «Кабаре», с тысячами вот этих угаданных как лакомой. Я не знаю, вот совсем тем, чем Бродвей может совершенно законно гордиться. Вот если бы это можно было, хотя вот мы разговаривали тут с Алексеем Игоревичем Уваченко, говорит, Дима, прошло время Норд-Оста, сейчас нужно какой-то вот, мы живем на каком-то новой слом, ты его не ощущаешь, вот, но поскольку... Вот, но он есть, поверь мне. И я, поскольку его очень уважаю в этом смысле, я думаю, что, наверное, тут что-то есть. И в этом смысле, повторюсь, мюзикл для меня это точно угаданная болевая точка какая-то общества, либо в социальной, либо какой, не знаю, этнической, какой угодно, политики миграционной, в личной жизни, вот, и задача мюзикла находить эти, вот эти больные места, это не значит, что надо делать больное все и надрывное, нет. Но любая даже самая угарная комедия, если ты находишь в ней внутреннее болевое точное ощущение, она вдруг становится совершенно больше, чем комедия. И музыка на нее ложится совершенно по-другому, вот. И в этом смысле и Гарольд Принц, которого ты знаешь, к счастью, а я так только видел в этой, он как раз вот великий режиссер в этом смысле, что он угадывал вот это настроение, настроение времени. Он был в одну ногу со временем. Ну, такой, знаешь, как я часто сравниваю мюзикл с тем самым прибором, который все захотели, когда вдруг у телефонного аппарата пропали кнопки, он стал зеркальным. То есть это же кто-то угадал, что это захочет весь мир, и на протяжении уже нескольких десятилетий будет хотеть получить новую модель этого самого прибора. Но вот тоже что-то угадал тогда человек и сказал, вам нужно вот это. Да, телефон с одной кнопкой. И все. Возможно, тут что-то, он не так прост, может быть, как я. Хотя и то, о чем я говорю, эта часть не такая простая. Но техническое какое-то вот совершенство, потому что меня, допустим, всегда изумляло вот это вот как бы главное, как я считаю, качество мюзикла – это смена эпизодов. Потому что именно в смене эпизодов, в крупномасштабном смене полностью сценической картинки, оно крайним образом противоречило нашей единой установке, когда одна декорация, но она может складываться, раскладываться, на Бродвей совершенно все другое. Ты должен, как гамбургер, удивлять новым, 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 новым. Дворец уехал, сад приехал. И вот театр начинался на Бродвее между картинами. Вот что меня, на это я долго не мог эту нехитрую истину понять, но, слава богу, Калягин согласился на продюсерах использовать всю машинерию сцены, и мы бесплатно получили совершенно невероятную конструкцию, которую мы использовали, ну, по-моему, на тысячу процентов, даже потому что это отказало и на прогонах, на всех все это отказывало, потому что оборудование, которое несколько лет стояло, как бы, так сказать, не очень, не делало, вдруг было использовано таким нагрузом. И это тоже мюзикл, вот именно какое-то умение удивлять. Вау, и как-то этот эффект, он очень важен, потому что оно помогает тебе, оно тебя захватывает, как это технически, хотя это больше к области художника относится. Ну, в общем, к области соавторства с режиссера, с художником. Потом, конечно, очень важно этот, вот это мне нравится очень, когда ты с продюсером вместе, с художником, не сам по себе, там, директор тебе что-то, а вот это вот в мюзикле есть вот эта командность, когда ты должен вырабатывать, в тебе вырабатывать какие-то гибкости, какую-то необходимость искать результат вместе, потому что только единственное, это возможно найти то, что позволит каждый день заполнять зал, там, несколько тысяч зрителей. И это вообще для меня какой-то, ну, до сих пор я это не понимаю. Я вот, допустим, смотрю, как ты делаешь, ну, как бы, твоя работа, я понимаю, что ты что-то понимаешь, чего я, ну, вроде, кажется, понимаю, но на самом деле это тоже очень важная какая-то вот эта вещь, вот это какое-то ритмическое построение какое-то, скажем так, ну, и назовем это формой, скажем так. Но, тем не менее, вернемся к актерскому факультету. Я хочу познакомить вас с теми, кто очень скоро начнет наступать на пятки звездам жанра мюзикла в России. Это будущие выпускники, а ныне еще студенты мастерской Дмитрия Белова, которые бесконечно влюблены в мюзикл и учатся, собственно говоря, на артистов мюзикла. Мы начали с ребятами репетировать дипломный спектакль по мотивам ни много ни мало величайшего романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Написал этот мюзикл американский автор Дэйв Малой. Мюзикл получил огромное количество премий Тони. Называется он «Наташа, Пьер и Великая комета» 1812 года и повествует, собственно, о том же, о чем идет речь в романе. Если кто дожил до второго тома, тот, я думаю, узнает всех тех персонажей и все те события, которые происходят в этом спектакле. Вот только музыкальное воплощение у него абсолютно новое, иное, и, на мой взгляд, очень-очень свежее. Ну, чего уж говорить, надо смотреть. Итак, Ария Элен исполняет Кристина Комарова. О, моя крошка, я любуюсь тобой. Прелесть, прелесть, такую точно нельзя упустить. Прелесть, взгляни на платье. Какой холодный шик из Парижа. Вам к лицу, впрочем, мой ангел. Ах, как краснеет, как краснеет ты, прелесть. Ах, как краснеет, как краснеет ты, прелесть. C'est charmant, très charmant. Как такой красотке оставаться в тени, И как не стыдно вас упрятать в деревне. C'est charmant, très charmant. Прелесть. Я не позволю здесь платью пропадать. Как жить в Москве и вовсе не видеть жизни. А любовь, мой ангел, впрочем, Не тот предлог, чтоб сидеть в заперти. Пусть ты обручена, но быть вдохновением должна. Мой брат вчера обедал со мной. Я в восторге, он не ест. Ведь на уме его ты в мечтах, только лишь ты. Ах, как краснеет, как краснеет ты, прелесть. Ах, как краснеет, как краснеет ты, прелесть. C'est charmant, très charmant. Как такой красотке оставаться в тени, И как не стыдно вас упрятать в деревне. C'est charmant, très charmant. Сила женщины в себе Кроет странный и страшный секрет. Вовсе не грешно Пленить мужчину взглядом. Твой жених знал, Что лучше видеть свет, Чем пропасть одной от тоски. Ах, как краснеет, как краснеет ты, прелесть. Ах, как краснеет, как краснеет ты, прелесть. C'est charmant, très charmant. Как такой красотке оставаться в тени, И как не стыдно вас упрятать в деревне. C'est charmant, très charmant, прелесть. И как не стыдно вас упрятать в деревне. C'est charmant, très charmant, прелесть. Безусловно, обучение занимает огромное количество времени. И, на мой взгляд, оно сродни отцовству материнству, когда первые два года ты вообще не высыпаешься. Ну, потому что пара начинается в 9.30, а заканчивается утра, а заканчивается в 10 часов вечера. А тебе еще нужно сделать домашние задания, подтянуть те или иные навыки, и, может быть, что-то, и не может быть, а 100% что-то порепетировать. И ты уговариваешь, умаливаешь охранника, пожалуйста, можно мне привезти в институте еще лишний час. Ну, и дальше поесть, попить и ложишься спать ты в лучшем случае в 2 часа ночи. Ну, вот и считайте. Поэтому в первом году обучения синяки под глазами и даже обмороки у станка в танцевальном зале – это дело, в общем, нормальное. Скажи, ты пошел, набрал в ГИТИСе мастерскую, и в этом году набираешь следующую. Почему? Потому что хочешь исправить как-то сложившуюся ситуацию? Титель мне, когда я его переспрашивал, потому что неприлично было отказываться от предложения, потому что когда тебе звонит Бертман и предлагает набрать курс, я понимал, что, в общем, ну, как бы… Бертман – это заведующий кафедрю музыкального театра, я понимал, что как-то это… И я в первый год нашел в себе силы отказаться, потому что я не понимал, где мне найти команду. Потому что, ну, мало того, что я сам вдруг понял к тому времени, что я многого не знаю, и это многое мне открыл Калягин. И Калягин, и это цитера, вот, что, милый мой, ты забывался, это был какой-то очень сложный период переоценки мой собственный. Вот, можно сказать, что… Можно даже сказать, что это какой-то камин-аут у тебя в эфире, потому что, конечно, это было непросто мне принять, что ты ни хера не знаешь, вот, что тебе уже седина в ребро, а ты чего-то, пацан, о чем мне Черняков все время говорил, почему ты там это не делаешь? Это что я… Ну, как бы он в этом смысле меня, можно сказать, презирал, вот. А я все тоже в свою позицию держался, мне хватало того, что было, вот. Вот, и вот продюсеры стали поворотным моментом для меня, когда я вдруг понял, что что-то тут не то, вот. И когда, как бы, появилось предложение Бертмана, я, с одной стороны, понимал, что мне надо, и подтвердил это Александр Борисович Тителю, он сказал, что «Дима, идите обязательно, вы узнаете много нового». Вот. Но я только со второго года смог набрать команду, ну, единомышленников, скажем так. И то она менялась, мы расходились, сходились, потому что самое главное в обучении – это, конечно, коллектив педагогов. Вот, та же самая команда, как и при изготовлении спектакля. И мое счастье, что у нас внебюджетный курс, потому что внебюджетники имеют право набирать педагогов, в общем, даже со стороны. Это позволено, как бы, по уставу. Вот. И это позволило мне, потому что для мюзикла нужны другие вокальные технологии, другое количество танцев, много чего другого. Я так хорошо не знал коллектив, кто есть в ГИТИСе, кого нет. ГИТИС, в общем, в этом смысле достаточно закрытая структура. Они не очень, так сказать, хорошо относятся к пришельцам со стороны. И это чувствовалось. И, в общем, первые четыре года мне, ну, в общем, основным для меня была задача доказать и себе, и, в общем, этим людям. Чем больше я оказывался рядом, тем больше я понимал, насколько я заблуждался тогда. Вот. Хотя я понимаю, что, конечно, что существовала какая-то определенная школа со своими жесткими устоями, которая сегодня, к сожалению, по разным причинам, независимым даже от ГИТИСа, испытывает кошмарные такие перегрузки, которые ведут к ее, как бы, измельчанию. И даже я вообще не понимаю, что за процессы сейчас у нас происходит в обществе, к чему мы идем, что это. И мне, как бы, импонирует твое бесстрашие, но я, пожалуй, как бы со стороны бы еще посмотрел, думать, ну, давайте, давайте. Вот. Хотя вот курс первый, который мы с ребятами вместе прошли, мне вселил большие в меня надежды, что я что-то новое узнаю, и то, что вот мой спектакль выдвинут в большом количестве номинаций, я связываю исключительно с тем, что я оказался в ГИТИСе. Поэтому, чтобы я не говорил... Ребята напитали? Ребята напитали? Ну, не питали. Понимаешь, рядом со мной были педагоги, которые я понимал, что этого я не знаю, этого я не знаю, и этого, и этого я не знаю, и этого я не знаю. И в какой-то момент я понял, была, понимаешь, ГИТИС – это вот эта комфортная среда узнавать все без особенных, вот этот мастер-класс за две недели, куда-то, что-то. А тут я вроде как педагог, я кивал головой, а тогда, думаю, интересно, хорошо. Ну, давайте, давайте, давайте. Вот. И в результате, в общем, я считаю, что у меня какой-то, может быть, даже новый уровень. Есть ребята, которыми уже, ты понимаешь, вот они останутся в профессии. Вот. Вообще, каков процент того, что ребятам дана профессия в руки? И это при том, что мы же оба понимаем, что им завтра надо будет приходить на кастинг и доказывать свое право вообще на существование в профессии. Ты понимаешь, что тут главное ведь заранить в... Как это? Аплодотворение. Аплодотворение. Вот. Так, заставить так, чтобы это... А теперь, как в том анекдоте, сама-сама-сама. И вот когда ты видишь, что сама-сама-сама, они начинают, вот, уже сами. Вот это самое важное, что потому что дальше они окажутся в совершенно чужом мире. В мире, где режиссеру есть две недели, надо вот это все расставить в жесточайшие условия, условиях, когда артисту надо быть абсолютно оснащенным, экипированным для того, чтобы режиссер не занимался с ним разбором вот этого всего, подробно, чего это... Чего я хочу, а кто я, откуда я... И, да, в этом смысле заставить их выстраивать роль самим, вот основная была задача, потому что... А дальше, понимаешь, это же... Вот сейчас они, мне кажется, понимают, а что дальше? Это же надо... Это руки должны быть... Мой педагог Ян Борисович Фрид, создатель известных кинооперет, говорил, что он 85 лет преподавал у нас в консерватории актерское мастерство. В Санкт-Петербурге? Да, в Санкт-Петербурге. Я говорю, Ян Борисович, а это... От чего? Вот. Он говорит, Дименко, понимаете, руки должны быть все время в форме. Руки в форме. Что раз, и у меня что-то... И у него потом раз, 10 ночных съемок. Раз, он... Вот это когда он снимал Сиранода Бержерак... Нет, Викон де Бер... Не помню. Последняя фирма с Богатыревым. Вот. На которую мы потом как раз и попали, ходили на съемки. Вот. И это было видно, что он... То есть, когда от долгого простоя, даже такой мастер, как Фрид, что он боялся этого простоя, если они смогут сразу куда-то впрыгнуть. А если они впрыгнут в какую-то Шарашкину контору, где каждый день им будут доказывать, им будут доказывать, что забудь все, что тебе говорили, вот иди давай надевай эту меховую, эту самую, и надо будет жить в этой меховой зайке, киске или кто там, я не знаю что. И это тоже жизнь. И как потом верить вот это в то, что... Это скорее, понимаешь, сейчас комплекс какой-то даже молодого бойца должен быть у артиста. Я так понимаю, чтобы это вера была у них непоколебимая, потому что все может быть. С другой стороны, я считаю, я все время говорю, не надо бояться меняться. Если вот вы видите, понимаете, что это не ваше, мы вам дали достаточную какую-то меру свободы. В какой-то момент я вдруг понимаю, что эти дети, воспитанные соцсетями, в некотором особым образом относятся к индивидуальности. Они могут просить, требовать, говорить, что это вот, ну, демократичные, что-то такое. Тем более, я это воспитывал. Давайте, говорю, давайте. Вот давайте мы будем свободны друг другу говорить. Вот мы, вы чем-то недовольны. Научитесь высказывать. Не орать, не верещать, не визжать, не топать ножками и убегать, стуча кулачонками. Вот. А вот давайте высказывать. Научились высказывать друг другу. Вот. Потом оказалось, что, когда научились высказывать, что не существует эмпатии, но больше того, не существует, понимаешь, когда ты только в сторону отходишь, они могут себе позволить, ну, как бы, лениться, допустим. Я сегодня понимаю, что я им обязан дать вот эту вот, как бы, все равно задействованность. Бывает другое, как я тебе могу сказать, что бывают люди изначально расщепленные, недовольные ни миром, ни всего. Они по себе уже сами, у них трагический взгляд на вещи. Бывают такие, я не знаю, ну, артисты, у которых это вот, вот это вот здесь вот она вот, трещина, она идет, и все, и ты там ничего с этим не можешь сделать. И в мюзикле таких, пожалуйста, людей. Немало. Немало, да, ну, скажем так. И это, понимаешь, поскольку это уже изначально, они такие, это дает какой-то... Потому что, допустим, Фоменко говорил, что любая комедия, все равно роль в любой комедии может построиться все равно только через боль. Я сначала хохотал, думал, как это может быть? А потом я вот в какой-то момент дозрел до этого, что это очень мудрая мысль и правильная. Вот, и ничего ты с этим не сделаешь, для того, чтобы это было по-настоящему царапало тебя и задевало. Я тоже понимаю, что актерский хлеб сложный, и в этом смысле можно ли при ежедневном показе пропускать вот это вот так вот все через себя, как я считаю нужным. И я даже не знаю, что сказать. И если театр начинается с вешалки, то образование начинается все-таки с хорошего педагога и с хорошей зарплаты для этого педагога. Мне кажется, что быть профессором в Ельском институте или в Бостоне, или в Принстоне, или в Коламбии это очень престижно и не только во имя статуса, но еще и потому, что зарплата немаленькая, а это, безусловно, очень-очень важно. Ведь те люди, которые обучают артистов в театральных вузах, мне кажется, что это, ну, такие Дон Кихоты, рыцари на белых конях. Потому что проводить огромное количество времени с ребятами, это действительно подвиг. А правда, зарплата не такая уж и большая. И в этом тоже есть проблема. Потому что, ну как, ты же хочешь вкладываться, а чтобы вкладываться, надо понимать, что ты приходишь домой и тебе есть чем кормить своих детей. А если ты приходишь из института и понимаешь, что тебе нечем оплатить парковку, ммм, проблемка. Поэтому-то, к сожалению, в театральных вузах по всей стране есть огромное количество людей, которые, а, во-первых, никогда не видели сцену, и, б, они пришли преподавать не просто потому, что им хочется или не потому, что они успешны в профессии, а просто потому, что они ничего другого не умеют. И это, конечно, гигантская проблема. Мне кажется, что иногда хороший педагог совсем не означает человек, состоявшийся в профессии. Хотя, кстати говоря, на Западе преподают и танец, и вокал, и сценический бой в основном те люди, которые являются, так сказать, играющими тренерами. И они практикующие. Артисты, вокалисты, танцоры. Они просто получили корочку преподаватель. И вот они идут преподавать. Потому что то, что иногда я вижу с точки зрения вокала у ребят или танца, или даже понимания музыкального театра, чаще всего за гранью. И именно поэтому ребята не могут получить работу. А вот что очень-очень важно. Донести до ребят, что музыкальный театр, и если конкретно говорить про мюзикл, это постоянная конкуренция. Ты ежечасно должен доказывать то, что ты имеешь право получить эту работу и быть в ней лучше. И еще очень важный момент. Донести до всех. Никто нигде тебя не ждет. Только твой собственный голос, только твое собственное тело и твоя собственная энергия может дать тебе эту работу. И, конечно же, педагоги должны доносить эту информацию до своих выпускников. Очень многие выпускаются, думая, что ну вот сейчас-то и откроются те самые волшебные врата, за которыми их ждут победы, их ждут большие главные роли и сложный спектакль. Нет! Трупы переполнены. И поэтому я снова возвращаюсь к тому, о чем говорил ранее. Самообразование. Не только то, что дали вам, а то, что взяли вы сами. Вот я смотрел спектакль «Гамлет Джудем Лоу». Когда я пришел в... Это, по-моему, был то ли четверг, то ли суббота, был двойник. И он играл дневной спектакль в два часа дня. В зале «Гвинет Пэлтроу». Ты хочешь сказать, что он и вечером играл? И он играл и вечером. И более того, и я посмотрел... Но на утреннем спектакле огромное количество звезд в зале. И он рвет себе жилы, прям слезы, сопли. И думаю, ага, окей, значит, вечером будет халтурить. Хотя там роль такая, халтурь, не халтурь, она все равно очень затратная. Я тут же с рук, хотя был какой-то мега-аншлаг, мне удалось купить билет в этот же день на вечерний спектакль. Ну, давай. И вдруг он так же рвет себе жилы. И вдруг... Я понимаю, что меня обманывают в этот момент. такого не бывает, нас этому не учили. Я знаю кучу артистов, которые неделю входят в эту роль, неделю из нее выходят. А тут он сегодня сыграл двойничок, и завтра ему еще играет спектакль. И так 8 раз в неделю. Я тебе могу объяснить. Вот я как-то понимаю, что ты, когда у тебя есть вот эта сверхзадача какая-то, которая тебя вот на этом держит, и в этом смысле ты... Ну, короче, тебя в этом смысле твоя сверхзадача может как-то в этом смысле помогать. Вот как-то... То есть это... Когда ты понимаешь ради чего, что это... Вот, допустим, Гриншман такой был и закинут, великий педагог, режиссер, он говорил, артист не должен потеть. В каком смысле? Что это внутри все есть, а снаружи это как бы ну не... Это какой-то сложный такой... Сейчас не будем углубляться в эти... Ну, то есть легкость и нелегковесность. Да, легкость, да, абсолютно, это точно. Легкость, но нелегковесность. Она обязательно, тем более для мюзикла. Но это совершенно не значит, что это там где-то не... Ну, вот я смотрю, допустим, у Камы Гинкаса эти спектакли. Вот у меня наш педагог Дима Супонин, ведущий артист Тюза. Это мое счастье, что у меня ученик Левертова на курсе. Вот. Вот я... У них каждый, любой спектакль, это вот каждый раз они там сгорают. Но как он говорит, что ты к этому, в принципе, уже ты входишь в эту систему, это становится уже каким-то, ну... Ну, нормой. Нормой, да. Мы с тобой, мне кажется, можем бесконечно разговаривать, однако нам как надо сворачиваться, сейчас в этот зал придет зритель, а мы его там держим. Последний мой вопрос. Чего бы тебе хотелось видеть от артиста, мюзикла, от молодого выпускника, и чего у него пока нет? Вот о чем ты мечтаешь? Ну... Хотел бы, прежде всего, видеть, наверное, желание жить. Потому что, знаешь, при всем этом, вроде, вроде такие вот, они все такие в это, но мне иногда просто пугает какая-то вот эта вот внутренняя обреченность какая-то, или какой-то, знаешь, они верят во что-то то, что мне, в общем... Юношеский экзистенциализм? Да, вот. Поэтому мне хотелось бы, конечно, чтобы они могли удивлять, чтобы они обладали какой-то настоящей жаждой жизни. Потому что вот эта именно витальность, все остальное тогда, ну, как бы становится не проблемой. Потому что на моих глазах у нас были ребята, ну, как бы, так сказать, с разными мерой одаренности, но их вот это желание сделать себя, желание веры в себя и вот эта вот бесконечная какая-то вот трудолюбивость, оно делало чудеса. И вот это, собственно, ради этих чудес ты и живешь. И получалось, что дети, ребята, которые одаренные, вдруг оказывались, ну, и как бы, ну, и у меня оно есть, и все. И это не давало никакого торча на репетиции, потому что это все, в общем, было неинтересно. Он все знает, а вот приходилось сдирать, раздирать. Все время хочется, чтобы у нас была вокруг такая ситуация, которая бы давала этим ребятам веру в завтрашний день. Потому что без этой веры в завтрашний день в театре, мне кажется, ну, можно, конечно, наверное, делать театр какой-то на вопреки всему, вот, и советский театр в этом. По многому. Но тогда пусть это будет оформленное четко вопреки. Ради бога. Но как бы только не какое-то бесформенное желе. Потом, как ты понимаешь, вокалы, танцы, все это от природы матушки. Мне хотелось бы, чтобы у нас была нормальная экология, чтобы у нас росли здоровые дети, чтобы у нас были счастливые родители, которые бы давали любовь своим детям, чтобы они с этой любовью продолжали зажигать этих зрителей, потому что без любви театр мертв. Жанр-то про счастье, жанр-то счастливый. Да, жанр счастливый. А счастье-то что? Когда тебя любят, и когда ты можешь, имеешь право, хочешь одарить этой любовью кого-то другого. И в общем, в этом смысле, набирая курс в этом году, я надеюсь, что люди, любящие жизнь, которые готовы заражать своей любовью весь мир, будут все у нас. Мы будем петь, танцевать и смеяться, как дети. А я буду стараться вам в этом помогать, насколько смогу. Дима, спасибо огромное. прекрасный был диалог. Ура, ура, ура. Спасибо, Леша. Это очень важно, когда рядом есть такие мастера, как ты, которые вселяют в тебя веру, что в общем это все не прекращается. И ты не конец вселенной. Есть за кем бежать, кого обгонять. И это прекрасно. Круто, побежали. Пока. Так что же нужно, чтобы стать артистом мюзикла? Ну, а для начала стать студентом факультета музыкального театра. Во-первых, конечно же, нужно иметь голос и слух. А в идеале вообще среднее специальное музыкальное образование, чтобы, открывая клавир, вы могли его читать точно так же, как читается пьеса. Конечно же, нужно быть пластичным, и очень часто ребята с хореографическим образованием тоже идут в эту профессию и заметно преуспевают в этом. Ну, и, конечно же, нужно чувствовать жанр, понимать, что ты в него влюблен, а не просто пойти учиться на артиста мюзикла, потому что тебя почему-то не приняли на артиста драмы. К счастью, в ГИТИСе ректор Григорий Заславский очень поддерживает вообще этот жанр и эту мастерскую, и есть надежда действительно на то, что раз за разом все больше и больше ребят будут выпускаться и попадать в эту профессию. Сам процесс обучения, как я уже и говорил, это многочасовая муштра, поиски, муки и самопознание. Безусловно, в программу входит несколько часов вокала в неделю, несколько часов хореографии, но, как мне кажется, и это основная проблема обучения, программа на государственном уровне была сформирована таким образом, что, конечно же, ни о каком мюзикле не шло речи. И поэтому очень многие дисциплины, наверное, сегодня либо не очень нужны, либо не хватает часов танца и часов вокала, и, конечно, мне бы хотелось, чтобы этому уделялось гораздо больше внимания. Ну, и, конечно же, то, чему учат артистов на Западе и совсем не учат, к сожалению, у нас, это так называемый acting through song, то бишь, когда ты проигрываешь песню, или когда песня является монологом и не просто упоминается об этом, а это отдельная дисциплина, там у них, а у нас просто стоит в расписании вокал или танец, и дальше каждый мастер в зависимости от своих собственных познаний, от своих собственных желаний и преференций либо приглашает кого-то к себе в мастерскую, либо нет. ну и после нескольких лет обучения, что же мы имеем на выходе? Вот это и имеем. конечно же, было бы здорово, если бы у нас были какие-то обменные программы с заграничными школами, как, например, подобные программы существуют в школе-студии МХАТ с Бостонским университетом. Но пока мы можем об этом только мечтать, к нам нет-нет, заезжают педагоги из Америки, так было когда-то на курсе в ГИТИСе у Александра Борисовича Тителя и Игоря Николаевича Силовича, мой мастер, привел этого же педагога к нам в мастерскую. Это были бесценные мастер-классы, которые нам давал американский режиссер. Ну, а где можно посмотреть артистов? Вот они учатся, учатся, и что? Конечно же, в учебном театре и в дипломных спектаклях. И именно поэтому сейчас вы будете свидетелями того, как мы затащили к нам в студию ребят мастерской Дмитрия Белова с отрывком из спектакля по мотивам мюзикла Джулла Стайна и знаменитого голливудского фильма «В джазе только девушки». И сейчас вы увидите тех самых ребят, которыми лично я очень-очень горжусь. Привет, красотки, как же вы хороши! Крабо польщены до глубины души И женственны вы на тима Но девственны словно луна Вы так скромны и заманчива Вы так скромны и обманчива И все мужчины от нас без ума О, что за пытка туфли на каблуках Свечает бюст под юбками сквозняком Кажется, мы с тобою подхватим хронический грипп Роли красоток нелегки Тот, кто придумал каблуки На редкость был отвратительный тип Поверьте нам, мы ненавидим мужчин И если это тысяча причин Да, нам надоело вечно Мужскими игрушками быть Терпим мы мучения им На развлечения Но мы заставим За все заплатить Не щадим мы никого Всех мужчин До одного Наша красота Сводит и Сводит с ума Сводит с ума Сводит с ума Но Гитис При всей моей огромной К нему любви Не единственный Театральный институт Который выпускает Артистов Мюзикла Где же еще Можно получить Эту замечательную профессию Нет-нет Раз в несколько лет В Щукинском Училище Появляется Мастерская Студентов-артистов Музыкального Театра Набирается она Совместно с Театром Оперетты Хотя, насколько я знаю В этом году Набирать ее будет Павел Любимцев А он, как известно В Театре Оперетты Не работает И действительно Оттуда выпускаются Прекрасные ребята Хотя и до появления Подобной мастерской Щукинское училище В силу музыкальности Театра Вахтангова Всегда славилось Своими выпускниками Именно оттуда Вышла Замечательная актриса Катя Гусева Которая сыграла Огромное количество Ролей в музыкальных спектаклях Мой близкий друг Виктор Добронравов И Антон Макарский Есть в этом ВУЗе Замечательная дисциплина Работа с предметом Ей учат вообще, по-моему, только в Щукинском училище Это целые большие этюды Того, как ребята Сосуществуют с тем или иным предметом И иногда рождаются Ну просто Невероятные штуки Так что Щукинское училище Тоже выдает неплохой процент Артистов Для музыкальных спектаклей Ну а если говорить про Скажем так Не совсем профильный ВУЗ То Гнесинское училище Обещало Начать выпускать артистов Мюзикла Но я пока Либо их не знаю Либо их процент Очень-очень мал Хотя, как мне кажется Именно в этом Учебном заведении Мог бы появиться Прекрасный факультет Acting Musicians То, чего вообще пока нет В нашей стране И то, что является Настоящей магией Музыкального театра Я видел несколько таких спектаклей Знаете, когда Выходят артисты И ты не видишь оркестр И вдруг осознаешь Что эти же артисты Поют и играют На музыкальных инструментах И это не просто чудо Не просто случайность А там На Западе В Англии И в Америке Есть целый факультет На который приходят Уже профессиональные музыканты И получают профессию Драматического артиста И вокалиста Ну, конечно Если у них есть способности Ничем иным Как чудом театра Подобные спектакли Назвать нельзя И это действительно Очень-очень круто Ну, а если не Москва Где еще Можно стать артистом Мюзикла И состояться В нашем нелегком-легком жанре Конечно же Это Санкт-Петербург И его Российский государственный Институт Сценических искусств Которые в свое время Заканчивали И звезда Современной хореографии Егор Дружинин И Илон Броневицкая И очень-очень Многие Хорошие артисты Которые имеют Отношение К музыкальному театру Неплохой процент Замечательных ребят Показывал Ярославский театральный институт Когда ребята Приезжали ко мне На кастинг В мюзикл Стиляги Ну и конечно же Екатеринбургский государственный Театральный институт Выпускницей которого Является Наташа Быстрова Одна из главных звезд Жанра мюзикла В нашей стране Мастерскую эту Ведет Кирилл Савельевич Стрежнев С которым мы уже Встречались в нашей программе И конечно же Очень много Души Времени И мастерства Вкладывает в то Чтобы ребята Показывали Высочайший класс После выпуска Из института Если говорить Об обучении То конечно же Оно не заканчивается После выпуска Из института Я всегда говорю Своим артистам Что тренинг Необходим постоянно Знаете чем отличается Большинство наших коллег От своих Заокеанских коллег Тем что Те в 6 утра Уже бегут На занятия В Джим Или На вокальный урок И постоянно Держат себя В форме Ведь Большинство Официантов В Голливуде Уже Завтра готовы Сыграть Гамлета Или Еще какую-нибудь Большую роль Ну это я конечно Немножко преувеличиваю Но тем не менее Ведь у нас После того как 4 года Ты находился В постоянном тренинге А вдруг На завтра Выпустился То о занятиях По вокалу и танцу Как-то уже речи не идет А это неправильно Потому что Когда у тебя Случится тот самый Шанс Который дается Каждому Ты просто можешь Не успеть Петь высокие ноты Или Сесть на шпагат Или добиться Роскошных мускулов Под своей Футболкой Поэтому Тренинг Тренинг Постоянный Тренинг Вот что нужно Артисту музыкального театра После выпуска Из института Конечно же Работать хочется Не просто С артистом С лепо Выполняющим Твою волю Как постановщика А заниматься Сотворчеством С сотворцом Поэтому Конечно же Нельзя забывать Про глаз Когда-то Лет 15 тому назад Была такая Замечательная Телепередача Магия театра С Александром Александровичем Калягиным И вот я помню Как нас студентов На эту передачу Привели И тогда Мэтр Говорил нам о том Что Вот поставьте 20 артистов Они могут быть Одинаково Красивые Одинаково Хорошо обученные Но только У двух Из них Будет интеллект В глазу И с этими Двумя Вам захочется Работать Поэтому Я голосую За интеллект В глазу Надеюсь Теперь вы знаете О мюзиклах И обучении На артисты Музыкального театра Чуточку Больше Ну а кто Обещал Что будет легко Увидимся В театре Музыкального театра Продолжение следует...